Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Мы продолжаем дистанционную консультацию по русскому языку и литературе для поступления в высшие учебные заведения. Вариант 2, занятие 3. Тестовое задание номер 13. Укажите предложение с обобщающим словом при однородных членах, знаки припинания не расставлены. А. Осень снимала с лесов, с полей густые цвета, смывала дождями зелень. Б. Темные краски леса сменялись робким золотом, пурпуром и серебром. С. Ничто не шевелилось, ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветве дерева. Д. То была первая, незамутненная, никакими опасениями радость открытия. Мы должны с вами найти предложение с обобщающим словом при однородных членах. Ничто не шевелилось, ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветве дерева. Вы помнили, да, задание, что там знаков припинания не было? Вот мы их с вами расставили. В третьем предложении при однородных членах есть обобщающее слово. Ничто. Правильный вариант С. Ничто не шевелилось, ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветве дерева. Следующее задание. Тестовое задание номер 14. В каком варианте верно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Обратите внимание вот на эти циферки. Неожиданно он бросил перо, циферка 1, и циферка 2, откинувшись на спинку стула, циферка 3, стал смотреть за окно на улицу, циферка 4, залитую, циферка 5, лунным светом. Значит, 5 стоят у нас циферки, да, и где-то нам надо поставить обязательно запятую, а где-то нет. А, 2, 3, 4. В, 1, 2, 3. С, 2, 3, 5. Д, 1, 2, 3, 4. Ну, давайте мы с вами подумаем, ребята, где же надо ее поставить, да, эти наши запятые. Неожиданно он бросил перо, и, запятая, посмотрите, я жирным выделила, запятые под номером 2 и 3 служат для обособления деепричастного оборота, и, откинувшись на спинку стула, обратите внимание, запятая под номером 4 служат для обособления деепричастного оборота, а остальные запятые здесь не нужны. Неожиданно он бросил перо, и, откинувшись на спинку стула, стал смотреть за окно на улицу, залитую лунным светом. Правильный вариант. А, мы поставили запятую, там, где циферка 2, там, где циферка 3 и где циферка 4. Так, обращайте, пожалуйста, внимание на правильные ответы. Тестовое задание номер 15. Укажите предложение сводными словами, указывающими на способ оформления мыслей. Знаки препинания не расставлены. Так. А, я сумел так сказать поймать быка за рога. Б, видимо, надо было приехать задолго до начала регистрации. С, нам сказали, что доктор к несчастью сейчас в отъезде. Д, мы, конечно же, решительно были против этого решения. Так, нам надо, что в этом предложении найти? Вводное слово, да, указывающее на способ оформления мыслей. В первом предложении, обратите внимание, слова так сказать являются вводными словами. Ну, мы знаем, да, правило, что вводные слова в предложении с обеих сторон выделяем запятыми. А, я сумел, так сказать, поймать быка за рога. Следующее. Тестовое задание номер 16. В каком предложении нужно поставить запятую? А, в такую бурю волк не рыщет, и медведь не вылезает из берлоги. Б, успеем ли мы сделать работу и сможем ли мы сдать все вовремя? С, душно стало в сакле. И, я вышел на воздух освежиться. Д, в 8 часов прозвенел звонок, и урок начался. В третьем предложении, обратите внимание, ребята, нужно поставить запятую. В первом и четвертом предложении есть общий, посмотрите, второстепенный член, поэтому запятая не нужна. А во втором предложении, ребята, запятая не нужна, потому что здесь два вопросительных предложения. Правильный вариант. С, душно стало в сакле. И, я вышел на воздух освежиться. Следующее задание. Тестовое задание номер 17. Укажите сложно подчиненное предложение с предаточным цели. А, чтобы свет не беспокоил больного, окно завесили шторами. Б, лишь утро осветило пушки, и леса синие верхушки, французы тут как тут. Ну, наверное, мы все вспомнили стихотворение Лермонтова «Бородино». С, приходил я обычно в поздние сумерки, когда бледные звезды предвещали холодную ночь. Д, мне удалось увидеть, как ворона кормит птенцов. Ребята, обратите внимание, первое предложение является сложно подчиненным с предаточным цели. Задаем вопрос «Окно завесили шторами с какой целью? Чтобы свет не беспокоил больного. С какой целью? Есть подчинительный союз «чтобы». Правильный вариант А. Чтобы свет не беспокоил больного, окно завесили шторами. Тестовое задание номер 18. Укажите предложение с ошибкой в образовании формы слова. Мы должны найти эту ошибку, ребята. А. Прошла зима, вернулись с юга грачи, загалдели в старой березовой роще. Б. В то время нам приходилось работать в самых труднейших условиях. С. Ребята из нашей группы начали подготовку к предстоящему семинарскому занятию. Д. Празднование наступления весны в день весеннего равнодействия символизирует обновление жизни. Во втором предложении, ребята, обратите внимание, неправильно употреблено прилагательное. Посмотрите, в простой превосходной форме. В самых трудных должно быть, да? А у нас там в самых труднейших. Посмотрите, должно быть или трудный, или труднейший. Вот здесь у нас ошибка, правильный вариант. В. В то время нам приходилось работать в самых трудных условиях. Здесь у нас ошибка. Вот правильный вариант. Уважаемые абитуриенты, не забывайте. Тестовые задания, изучаемые во время тренинга, являются примерными. И мы не гарантируем, что именно эти вопросы будут использованы на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения. До свидания. Регистрация для поступления в бакалавриат высших образовательных учреждений осуществляется через веб-страницу сайта abitur.dtm.us. Для использования системы Абитуриент вводит свой номер телефона и нажимает кнопку «Продолжение». Если введенный номер телефона не зарегистрирован, вводит пароль не менее чем из 8 единиц, содержащий числовые и буквенно-цифровые единицы, и выполняет задание по арифметике. После правильного выполнения задания нажимает кнопку «Войти». После этого на номер телефона абитуриента будет отправлен СМС с пятизначным номером, который нужно ввести в программу, и нажать кнопку «Подтверждение». На это дается 5 минут. После этого откроется окно «Введение паспортных сведений», в первую строку которого нужно ввести персональный идентификационный номер абитуриента, состоящий из 14 цифр. Личный идентификационный номер абитуриента указан в нижней части паспорта. В следующие строки вводится серия «Номер паспорта» и указывается национальность. Нажимается кнопка «Сохранить», чтобы подтвердить согласие на использование личных сведений в процессе работы. Если паспортные сведения абитуриента введены неверно, появляется сообщение о том, что серия паспорта, номер или персональный идентификационный номер ошибочные. В этом случае необходимо повторно ввести свои паспортные данные. После того, как сведения введены правильно, вводится адрес постоянного места жительства, указанный в паспорте. В этом случае регион и район выбирается с помощью программы и записывается полный адрес, например, квартал 19, дом 59, квартира 25. Примечание. Неправильный ввод постоянного места жительства отрицательно повлияет на участие в целевых конкурсах приема. После ввода полного адреса места жительства нажимается кнопка «Сохранить». В следующее окно вводится сведения об учебном заведении, которое окончил абитуриент. С помощью программы выбирается тип учебного заведения, область и район, в котором находится учебное заведение, записывается название учебного заведения. Если учебное заведение, которое окончил абитуриент, не существует в программе, то из раздела «Виды учебного заведения» выбирается другое учебное заведение, и наименование учреждения вводится письменно. Вводится год окончания учебного заведения, серия и номер документа и нажимается кнопка «Сохранить». После этого осуществляется переход на главную страницу. Если абитуриент имеет льготы, он может перейти в раздел «Льготы», ознакомиться с перечнем льгот посредством выбора соответствующей для него льготы, заполнить тип льготы. Например, абитуриент имеет льготу «Сертификат по иностранному языку». Перед вводом льготы абитуриент фотографирует данный сертификат, иностранный язык, по которому был выдан сертификат, тип сертификата. Уровень владения языком выбирается программой. Серия и номер документа вводятся абитуриентом в письменной форме. После этого выбирается дата получения сертификата. Фотоизображение сертификата загружается в систему. Затем нажимается кнопка «Сохранить». В разделе «Льготы» абитуриенты вводят свои соответствующие льготы, такие как для лиц с инвалидностью, рекомендация командования воинской части, слепые или сертификат иностранного языка. Если у абитуриента имеются другие льготы, они заполняются автоматически на основе сведений, полученных из соответствующих министерств и ведомств. Если документы, представленные абитуриентом, будут признаны поддельными, то абитуриент отстраняется от вступительных экзаменов. Если он принят в состав студента высшего учебного заведения, то он отчисляется. Об этом уведомляются правоохранительные органы в установленном порядке. После заполнения сведений о льготе осуществляется переход в раздел «Прием 2020». Здесь абитуриентам даются сведения о порядке целевого приема. Просим ознакомиться с данным порядком. Направления образования показываются на основе выбора абитуриентов. Если нажимается кнопка «Целевой прием не выбираю», то среди выбранных направлений образования целевой прием не показывается. Если нажимается кнопка «Выбирай целевой прием», то среди выбранных направлений образования показывается целевой прием. После выбора конкурса выбирается форма обучения, язык обучения и определяется график тестирования. После этого выбирается одно высшее образовательное учреждение и дается возможность выбора направления образования с одинаковым блоком дисциплин и с одинаковой последовательностью. Абитуриенты имеют право выбрать до пяти направлений образования. При этом наименования направлений образования могут быть различными. В разделе «Регион сдачи тестовых испытаний» абитуриент выбирает удобный для него регион для прохождения тестирования и нажимает кнопку «Сохранить». После этого на номер телефона абитуриента приходит специальный СМС. В программу вводится пятизначный номер и таким образом подтверждается сведение об абитуриенте. После подтверждения сведений формируется регистрационный лист абитуриента. В регистрационном листе отражены личные сведения об абитуриенте, выбранные направления образования, предметы по тестированию, регион проведения тестирования, льготы, памятка для абитуриента, время регистрации. Известно, что абитуриенты, окончившие учебное заведение в предыдущие учебные годы, должны произвести оплату за участие в тестировании. Внизу регистрационного листа формируется инвойс для оплаты платежа за участие в тестовых испытаниях в размере половины базовой расчетной величины. Оплата должна быть произведена в установленный срок. В нижней части инвойса имеются ссылки для оплаты через систему онлайн-оплат. С помощью их имеется возможность для осуществления оплаты. Оплата может быть произведена через такие электронные платежные системы, как Клик, PayMe, YouPay, PayNet и банковские кассы. Примечание. Абитуриент, не осуществивший платеж в установленный срок, считается незарегистрированным. У лиц с ограниченными возможностями или лиц, финансируемых государством и выпускников учебных заведений текущего учебного года оплата не взымается. Для такой категории абитуриентов инвойс не формируется. Если предоставленные сведения являются полными и правильными, отправляется СМС-сообщение «Вы зарегистрированы» на введенный в систему номер телефона. Если абитуриент забыл пароль для входа, он может восстановить или изменить пароль через раздел «Восстановление пароля». Для этого сначала вводится номер телефона и нажимается кнопка «Продолжение». Затем нажимается кнопка «Восстановление пароля». После этого на введенный номер телефона будет отправлен СМС. Как только пятизначный номер, отправленный в СМС-сообщении, будет введен в программу и подтвержден, абитуриент сможет ввести новый пароль. После ввода пароля дважды нажимается кнопка «Подтверждение». Абитуриент может войти в раздел «Прием 2020», посмотреть свой регистрационный лист и ознакомиться со своими сведениями. В нижней части регистрационного листа имеется кнопка «Корректировка». Абитуриент с помощью этого раздела до истечения срока регистрации может исправить свои льготы, выбранные направления образования, постоянное место жительства и оконченное им образовательное учреждение. Желаем успехов в прохождении тестовых испытаний! Здравствуйте, дорогие абитуриенты! Сегодня мы продолжаем курс примерных тестовых заданий по истории и их решения. Но прежде чем начать решение, я хочу напомнить вам о памятке для абитуриента. Внимательно прочитайте ее. Итак, мы начинаем. Задание номер 13. Данное тестовое задание относится к новому периоду всемирной истории. Это задание первого уровня трудностей, требующее знания исторического события или исторического термина, проверяющее минимальный уровень знаний абитуриента. Итак, в 1514 году султан Селим I разгромил войско иранского шаха Исмаила Сефиви. Эта победа открыла путь к завоеванию египетского султаната, который был союзником иранского шаха. Султан Селим I сначала овладел Сирией и Палестиной, и в 1517 году была захвачена столица Египта, город Каир. Какой же правильный ответ? Вычеркиваем неправильные ответы А, Б и С. Правильный ответ Селим I. Задание номер 14. Какое государство в 1783 году признало образование Соединенных Штатов Америки, ее независимость и государственный суверенитет? А. Великобритания, Б. Франция, С. Испания, Д. Россия. Это тестовое задание относится к новому периоду всемирной истории. Это задание первого уровня трудности, требующее знания исторического события или исторического термина, проверяющий минимальный уровень знаний абитуриента. В 1783 году между Британией и ее бывшими колониями в Америке был подписан Парижский мир. По условиям мирного договора Великобритания признала образование Соединенных Штатов Америки и ее независимость и суверенитет. Вычеркиваем неправильные ответы Б, С и Д. Правильным ответом Великобритания. Ответ А. Задание номер 16. Среди перечисленных определите лидеров борцов за независимость стран Латинской Америки от испанцев и португальцев в XIX веке. Первое. Симон Боливар. Второе. Хосе Сан-Мартин. Третье. Мадера. Четвертое. Сукре. Пятый. Уэрто. Шестой. Максима Гомес. Седьмое. Порфирио Диас. Ответы. А. Один, два, четыре, шесть. Б. Один, три, пять, семь. С. Два, четыре, шесть, семь. Д. Два, три, пять, шесть. Еще раз напоминаю. Если у вас попадаются цифры, внимательно смотрите на терминологию. Итак, данное тестовое задание относится к новому периоду всемирной истории. Это задание третьего уровня трудности, требующего логического мышления и анализа. Данный тип тестовых заданий помогает выявить уровень знаний абитуриентов, политических процессов, способности оценить роль отдельных личностей. И для удачного решения данного задания вы должны определить именно исторические личности, которые боролись против испанцев и португальцев в XIX веке. Например, Симон Болибар вел борьбу за независимость Венесуэлы. Хосе Сан-Мартин за независимость Аргентины. Сукре за независимость Перу. Максима Гомес за независимость Кубы. Итак, вычеркиваем неправильные ответы. Это B, C и D. Правильный ответ А. То есть борьбу вели Симон Болибар, Сан-Мартин, Максима Гомес и Сукре. Задание номер 16. Кто из перечисленных деятелей вел переписку с русским писателем Львом Толстым? Это тестовое задание относится к новому периоду истории Узбекистана. Это задание первого уровня трудности, требующее знания исторического события или исторического термина, проверяющий минимальный уровень знаний. Итак, у Бадала-Хаджан, сын одного из просветителей Туркестана, обучался в России в сфере юриспруденции. И именно он стал первым узбекским адвокатом с высшим образованием. И он вел переписку с великим русским писателем Львом Толстым. Вычеркиваем неправильные ответы А, Б и Д. Правильный ответ – С. Задание номер 17. Данное тестовое задание относится к новому периоду истории Узбекистана. Это задание второго уровня трудности, которое требует минимальных знаний и анализа до двух-трех исторических терминов. 17 мая 1866 года царские войска осаждают крепость Хаджент, подвергнув ее обстрелу из 20 орудий. Осада длилась до рассвета, после чего начался штурм крепости. Первая атака была отбита, и обстрел крепости возобновился. Он продолжался два дня. Защитники крепости героически сражались. 24 мая хорошо вооруженной и превосходящей численностью мощной военной техникой русские войска прорывают оборону и вступают в город. Улицы города были заполнены трупами защитников данной крепости и мирных жителей. Здания и дома были полностью разрушены. Какой же правильный ответ? Вычеркиваем. А, С, Д. Правильный ответ. Город Хаджент. Или Б. Задание номер 18. Укажите государство, где началась революция в 1905 году. А. Иран. Б. Китай. С. Италия. Д. Турция. Данное тестовое задание относится к новому периоду всемирной истории. Это задание первого уровня трудности, требующее знания исторического события или исторического термина, проверяющий минимальный уровень знаний абитуриента. Внутренние социальные противоречия стали причиной возникновения в 1905 году в Иране революционного движения. Население требовало выдворения с территории страны всех русско-английских инвесторов, господствующих во всех промышленных отраслях. Следовательно, революция началась в Иране. Ответ А. Вычеркиваем Б, С и Д. Правильный ответ А. Итак, дорогие абитуриенты, тестовые задания, изучаемые во время тренинга, являются примерными, и мы не гарантируем, что именно эти вопросы будут использованы на вступительных экзаменах в высшее учебное заведение Республики Узбекистан. Большое спасибо за внимание. До следующей встречи. АБИТУРИЕНТЛЕР УЧЁН ЙорГНАМА Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 вариантом C. She asked if they could play the piano. Итак, тестовое задание номер 14. Я читаю еще раз вопрос и ответ. Can they play the piano, she asked? C. She asked if they could play the piano. Теперь мы можем перейти к следующему тестовому заданию. Тестовое задание номер 15. Как вы видите, здесь у нас текст. Сначала я прочитаю текст, а потом прочитаю вопрос к данному тексту. Read the text and answer the questions according to it. Algebra, algorithm, quadratic equation, sign function, just some of the terms of math which would not be known to us but for al-Kharazmi. An astronomer, geographer and founder of several branches and basic concepts of mathematics. In geography, he revised and corrected Ptolemy's view and produced the first map of the known world in 830 AD. He worked on measuring the volume and capacity of the earth and contributed to work related to clocks, sundials and astrolabes. Переходим к следующей части текста. His full name is Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Kharazmi. The last mentioned name refers to his birthplace. He was born around 780 AD in the town of Qath, part of Qarizm. Qath is now buried in the sand. He died around 850 AD. He was sent to Baghdad by Caliph al-Mamun and appointed court astronomer. Algebra derived its name from the title of his work Hisab al-Jabir wa al-Muqabala. Al-Kharazmi emphasized that he had written his algebra book to serve the practical needs of the people concerning the matters of inheritance, lawsuits and commerce. He considered his work as worship to God. Now let's move to the question. Переходим к тестовому заданию номер 15 по данному тексту. We can conclude from the passage that quadratic equations and sign functions are basic elements of a. Geography, b. Astronomy, c. Mathematics, d. Law suits. И пояснение к данному тестовому заданию. Для того, чтобы найти правильный ответ к этому вопросу, мы должны прочитать эту часть текста. Давайте переведем эту часть текста для того, чтобы найти правильный ответ. Алгебра, алгоритм, квадратное уравнение, синус. Всего лишь несколько терминов математики, которые мы не узнали бы без Аль-Харазми. Астроном, географ и создатель нескольких разделов и основных концепций математик. Из этого мы можем сделать вывод, что такие варианты ответов как A, B и D являются неправильными, поскольку о этих предметах в тексте речь не идет. И поэтому мы выбираем правильным ответом C. Теперь мы можем перейти к следующему тестовому заданию. Данное тестовое задание у нас по тому же тексту. Давайте я прочитаю вопрос. В данном тестовом задании у нас спрашивается, как мы можем узнать, что Абу Абдаллах Мухаммад Ибин Муса Аль-Харазми родился в харизме. Варианты ответов A. From his last name, B. From his books, C. From Ptolemy's views, D. From Caliph Al-Mammu. И пояснение к данному тестовому заданию. Чтобы найти правильный ответ, мы должны прочитать следующую часть текста. По этой части текста мы можем сделать вывод, что последнее упомянутое имя – это Аль-Харазми. И поэтому мы выбираем правильным ответом вариант A. А варианты B, C, D мы исключаем. Итак, правильный ответ A. From his last name. Теперь, если вам все понятно, давайте перейдем к следующему тестовому заданию. Тестовое задание номер 17. The passage above defines that Caliph Al-Mammu called Al-Kharazmi to his court. В этом тестовом задании мы должны правильно продолжить предложение. Теперь давайте рассмотрим варианты ответов. A. To measure the volume of the books. B. To deal with celestial objects. C. To make clocks, sundials and astrolabes. D. To serve him as a warrior in the court. Итак, пояснение к данному тестовому заданию. Чтобы найти правильный ответ, нам нужно прочитать этот отрывок из текста. He was sent to Baghdad by Caliph Al-Mammu and appointed court astronomer. Давайте переведем это предложение. Он был отправлен в Багдад халифом Al-Mammu и был назначен астрономом при дворе. Теперь, чтобы найти правильный ответ, я переведу варианты ответов. И таким образом мы сможем найти правильный ответ к этому тестовому заданию. Начнем мы с варианта A. To measure the volume of the books. Чтобы измерить объем книг. B. To deal with celestial objects. Чтобы изучать небесные тела. C. To make clocks, sundials and astrolabes. Чтобы делать часы, солнечные часы и астролябии. D. To serve him as a warrior in the court. Чтобы служить ему воином при дворе. Итак, таким образом мы можем сделать заключение, что варианты A, C, D являются неправильными, поэтому мы их исключаем. И правильным вариантом мы выбираем D. To deal with celestial objects. Поскольку именно этот вариант больше всего подходит по смыслу. Теперь переходим к следующему тестовому заданию. Тестовое задание номер 18. Question number 18. According to the passage, for what reason did Al-Kharazmi write his algebra book? И варианты ответов. Options. Он хотел, чтобы эта книга служила практическим, нужным людей. Дальше. Вариант B. Because he was sent to Baghdad by халиф Аль-Мамун. Он был отправлен в Багдад халифом Аль-Мамуном. Он рассмотрел и внес изменения во взгляды Птолемея о первой карте. Вариант D. He worked on measuring the volume of the earth. Он работал над измерением объема Земли. В данном тестовом задании у нас спрашивается, по какой причине Аль-Харазми написал свою книгу по алгебре. Чтобы найти правильный ответ, мы должны прочитать эту часть текста. Аль-Харазми emphasized that he had written his algebra book to serve the practical needs of the people concerning the matters of inheritance, lawsuits and commerce. Давайте переведем эту часть текста. Аль-Харазми подчеркнул, что он написал свою книгу по алгебре для того, чтобы служить практическим нуждам людей по вопросам наследства, судебного процесса и торговли. Таким образом, мы можем сделать вывод, что варианты B, C, D являются неправильными, поскольку они по смыслу не подходят. И мы выбираем вариант A как правильный. According to the passage, for what reason did Al-Харазми write his algebra book? A. He wanted it to serve the practical needs of the people. Итак, мы с вами рассмотрели 6 тестовых заданий по английскому языку и хочу вам напомнить о том, что данные примерные тестовые задания не будут использоваться на вступительных экзаменах в высшую учебную заведение. Good luck! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 И зачеркиваем неверные варианты, верный вариант, вариант D. Переходим к следующему заданию, задание номер 15. Начинаем работать над текстом. Лезен Sie den Brief und lösen Sie dazu vier Aufgaben. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. То есть наша задача, прочитать данное письмо и выполнить четыре задания к этому письму, к этому тексту. Имеется только один правильный вариант ответа. Итак, я зачитаю текст. Ein verhexter Tag. Hallo, liebe Inna. Ich sage dir, heute war ein verrückter Tag. Du weißt ja, jeden Morgen um sieben klingelt mein Wecker. Außer heute, ausgerechnet heute, hat er nicht geklingelt. Dabei hatte ich heute einen ganz wichtigen Termin. Schon um neun. Mein Onkel hat mir ein Vorstellungsgespräch bei einer berühmten Fernsehagentur besorgt. Seit Wochen fiebere ich dem schon entgegen. Zum Glück war ich so aufgeregt, dass ich ganz von alleine um kurz vor acht aufgewacht bin. Gerade noch rechtzeitig, um meine Straßenbahn zu erwischen. So dachte ich, bis ich bemerkte, dass in der Eile in die falsche Bahn gestiegen war. An der nächsten Haltestelle bin ich sofort ausgestiegen. Kurz darauf kam dann auch die richtige Bahn. Zwei Minuten vor meinem Vorstellungsgespräch hetze ich an der Rezeption der Fernsehagentur, nur um zu erfahren, dass ich mich im Datum geirrt hatte. Mein Gespräch habe ich nämlich erst morgen. Deine Hanna. И задание к этому Textу. Задание номер 15. Wählen Sie dem Textinhalt entsprechende Antwort. Нам нужно выбрать подходящий ответ. Читаю вопрос. Um wie viel Uhr ist Hanna aufgestanden? И получаем 4 варианта возможных ответов. Variant A. Um kurz nach neun Uhr. Variant B. Um sieben Uhr. Variant C. Um neun Uhr. Variant D. Um kurz vor acht Uhr. В данном задании нам нужно найти ответ на поставленный вопрос, который соответствует эпизоду из текста. В отрывке из текста. Zum Glück war ich so aufgeregt, dass ich ganz von alleine um kurz vor acht aufgewacht bin. Подчеркнутые слова подтверждают высказывание, что Анна стала около восьми часов. Итак, варианты A, B и C не являются подходящими ответами. И вариант D является подходящим ответом на данный вопрос. Следующее задание номер 16. Wählen Sie die dem Textinhalt entsprechende Antwort. Снова нужно найти подходящий ответ. И читаю вопрос. Warum musste Анна heute früh aufstehen? И также получаем четыре варианта возможных ответов. Вариант A. Sie musste für ihren Onkel sorgen. Вариант B. Sie wollte ihren Onkel telefonisch beraten. Вариант C. Sie hatte einen wichtigen Termin. И вариант D. Sie wollte vor dem Treffen einen Spaziergang machen. В этом задании нужно найти ответ на данный вопрос, который соответствует эпизоду из текста. В отрывке из текста D. Ich hatte heute einen ganz wichtigen Termin. Schon um neun. Подчеркнутые слова. Подтверждают слова, что Анна встала рано, потому что у нее сегодня важная встреча. И таким образом становится ясно, что варианты A, B и D не являются подходящими ответами на поставленный вопрос. Вариант C является верным вариантом. Следующее задание номер 17. Также работаем над текстом. Wollen Sie die den Textinhalt entsprechen der Antwort? Снова отвечаем на поставленный вопрос. Ворюбер регте sich Анна schon seit Wochen auf. И получаем 4 возможных варианта ответов. Вариант A. Über ein Vorstellungsgespräch. Вариант B. Über eine Bahnfahrt. Вариант C. Über ein Gespräch mit ihrem Onkel. Вариант D. Über Missverständnis bei der Fernsehagentur. В этом задании нужно найти ответ на данный вопрос, который соответствует эпизоду из текста. В отрывке из текста. Mein Onkel hat mir ein Vorstellungsgespräch bei einer berühmter Fernsehagentur besorgt. Seit Wochen fiebere ich dem schon entgegen. Подчеркнутые слова подтверждают высказывание, что уже неделю Анна волнуется из-за предстоящего собеседования. Итак, варианты B, C, D не являются подходящими вариантами ответов. И вариант A является верным вариантом ответа. Следующее задание. Задание номер 18. Также нам нужно ответить на вопрос. Wählen Sie die den Textinhalt entsprechende Antwort? Warum kommt es nicht zum Vorstellungsgespräch? Получаем также четыре Variante возможных ответов. Variant A, weil sich die Fernsehagentur im Datum geirrt hat. Variant B, weil Anna zu spät bei der Fernsehagentur kam. Variant C, weil Annas Onkel keine Zeit hatte. Variant D, weil Anna sich im Datum geirrt hat. И в пояснении сказано, что в данном задании нам нужно найти ответ на вопрос, который соответствует эпизоду из текста. В отрывке из текста, два минуты vor meinem Vorstellungsgespräch, хетце ich an der Rezeption der Fernsehagentur, nur um zu erfahren, dass ich mich im Datum geirrt hatte. Mein Gespräch habe ich nämlich erst morgen. Подчеркнутые слова подтверждают высказывание, что Анна ошиблась датой. То есть варианты A, B и C не являются верными ответами, и вариант D является верным ответом. Дорогие абитуриенты, данный образец теста при поступлении в высшие учебные заведения не используется в уступительных экзаменах. Спасибо за внимание. До свидания. Auf Wiedersehen. Viel Spaß. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok наropol millones субтитры создавал DimaTorzok Зорб, Сигнел, Скутер, Интел и Сентиму, только один из самых возможных возможностей. Поэтому они были более большим галактиками, и они были очень хорошими. и они были очень хорошими. И вот, что у них есть очень хорошая сайера. У них ахолисы, пера хамлик, ва джино-йады намалигену бэлмастан, хайоттан зауқ олыб яшар едилар. Бурок кейінчалек, зорблэр фақат узы хақыда ойдетген бойып қолышды. Бір-біріну хурмат кілмай, атроф табиятына асырамай койшды. Леген сигнал, скутер, интелла, ва синтима узгаршмады. Улар атрофтаге одамларге яқшылек кілшдэ, давам етішдэ. Бұшаройтті башқалардың жұдачыр, қолшеткеніна ойлашмадығам. Качон керек болганыда, олар башқаларге юардан бершерді. Хаттой кейінш кім сезмаса да, қардың тұғың тұғың тұшар еді. Бұныңа? Юрк ұрамыз? Бұрх сигнал, скутер, интелла, ва синтима үчін, дүнія узгарып кетті. Бұа пайтың бірікмасы. Бұрыш көрдіңіздірмізді. Көзіңізді, кекар一樣анда көрдіңізді. Бұрыш көрдіңізді. Олег бұрыш көрдіңізді. Я не могу. Продолжение следует... Ваш главный рост не обманывал, но не могли его получить. Ваши решили прощать, и их выгодить, и все время. Сигнел, Скутер, Интел и Сентиму, Зурби-кишелы с той, она сонами майоз. Она сонами сонами, и сонами, и сонами сонами, и сонами, они готовы к чайу. Какой мы сонами? Нет, мы сонами сонами. Ага, нет, мы пока, не надо. Это не так. Ага, мы Mädels повзоев. Должна эта лица, трубочек, курицы, овы, овы. Он никуда не пытается, уйдет когда я? Но не знаю, что ещё бы не было. Нет, мы не знаем, что они не поверят. Но они не могут отвергать. Сигнал, они не могут заходить и проехать. Они будут, конечно, отзываться в тех местах. Они не знают, что они хотят с собой, но они не знают, что они не знают. А это нет, они не знают, что они не знают. Но это не так. В нем не так. Но это не так. Но в нем не так. Вот это будет. Хотел сказать, что у нас все хороши. Вместе с его училищами в Томпе. Вместе с ним, он хочет рассказать из себя. Это не так. В этом году был кофе, который был искренним. У него 7 миллиарда и 4 миллиарды. Он был в 4 миллиарда и 4 миллиарды. Калады. Калады. Обратите внимание на образец книги тестовых заданий, где вам дана памятка, и также вы должны не забыть указать вашу фамилию, имя, отчество и поставить подпись. Сегодня мы рассматриваем тестовые задания занятия третьего, вариант второй. La question numéro 13. Задание номер 13. Choisissez la variante correcte. Выберите правильный вариант. Пуин-пуин-пуин. Deuxi musiciens participent au concours. A. Laquelle. B. Lequelle. C. Lequelle. D. Lequelle. Пояснение. Это тестовое задание составлено по теме «Сложные относительные местоимения». Сложные относительные местоимения согласуются в роде и числе с существительным, которое заменяют. Итак, чтобы выбрать правильный вариант, нужно обратить внимание на слово musician, это существительное в мужском роде, а также на глагол participe, который употреблен в третьем лице множественного числа настоящего времени. Следовательно, мы должны найти сложное относительное местоимение, которое имеет форму мужского рода множественного числа. Варианты A, B и D являются неправильными, так как они имеют другие формы. А. Laquelle, которая имеет форму женского рода единственного числа. B. Lequelle, которая форму женского рода множественного числа. D. Lequelle, которая форма мужского рода единственного числа. Наш правильный вариант – это C. Lequelle. Lequelle de ces musiciens participent au concours. Lequelle, которые из этих музыкантов участвуют в конкурсе. La question numéro 14. Задание 14. Choisissez la variante correcte. Выберите правильный вариант. Point, point, point. Et votre mère? Ma mère me descend. A. Qui, B, ou, C, quoi, D, que. Пояснение. В данном тестовом задании требуется выбрать подходящее вопросительное слово по смыслу. Обратите внимание на вторую фразу. Чтобы спросить, какая профессия у вашей мамы, употребив конструкцию с глаголом être, мы должны взять вопросительное слово qui, кто. А следовательно, варианты B, ou, где, c, quoi, что, et d, que, что являются неверными. И, как я уже сказала, мы выбираем вопросительное слово qui. Qui est votre mère? Ma mère me descend. Кто ваша мама? Моя мама врач. La question numéro 15. Задание номер 15. Choisissez le temps qui convient. Si tu travailles bien, tu, point, 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 ton examen. A. Passer, B. Passer, C. Passer, D. A. Passer. Пояснение. Данное тестовое задание составлено по теме «Согласование времен в условном предложении с союзом SI. Concordance de temps avec SI». В косвенном предложении «Si tu travailles bien» глагол «travailer» находится в настоящем времени. И он указывает на реальное действие, которое должно совершиться после выполнения какого-то условия. «Si tu travailles bien» – если ты будешь хорошо учиться. По правилам согласования, глагол в главном предложении мы должны взять в будущем времени «futur simple». Так как подлежащее главного предложения выражено местоимением во втором лице единственного числа, то, следовательно, мы берем соответствующую форму глагола «passer». Варианты «A», «B» и «D» не подходят, так как они дают другие формы грамматических времен. Следовательно, вариант «C» является правильным. «Si tu travailles bien», «tu passera ton examen». «Если ты будешь хорошо учиться», «ты сдашь твой экзамен». La question numéro 16. Задание номер 16. «Faites la bonne concordance». Согласуйте правильно. «Marie était très inquiète, personne ne pas trouve point-point à la rassurer». Пояснение. Это тестовое задание составлено по теме «Согласование времен в изъявительном наклонении». «Concordance de temps à l'indicative». Согласование времен связывает действие главного предложения и предаточного. То есть действие предаточного предложения зависит от времени главного. Для того, чтобы вам показать это взаимодействие, я сразу назову правильный вариант. Это вариант «A». «Marie était très inquiète, personne n'arrivée à la rassurer». В главном предложении «Marie était très inquiète» глагол «être» употреблен в прошедшем времени «imparfait». По правилам согласования мы должны изменить время глагола «придаточного». Для этого мы должны посмотреть, как соотносятся между собой во времени два события. Посмотрите. «Марie была очень взволнованной, никому не удавалось ее успокоить». Эти два действия происходят одновременно. Такое явление по французскому языке называется «la simultaneité» – одновременность. По правилам, если два действия происходят одновременно и глагол главного предложения находится в одном из прошедших времен, то глагол «придаточного» мы должны взять в прошедшем времени, которое называется «l'imparfait» – прошедшее незаконченное время. Среди данных вариантов варианты «b», «c» и «d» не подходят. И только вариант «a» дает нам этот глагол в третьем лице единственного числа прошедшего времени «imparfait». «Marie était très inquiette, personne n'arrivée à la résurée». «Марie была очень взволнована, никому не удавалось ее успокоить». La question numéro 17. Меттеz le discours direct au discours indirect. Notre professeur nous exige «soyez attentifs». Il nous exige «a» – pourquoi nous ne sommes pas attentifs? «b» – si nous sommes attentifs? «c» – d'être attentifs? «d» – que nous sommes attentifs? Пояснение. Это тестовое задание составлено по теме «прямая и косвенная речь». Косвенная речь во французском языке является видом дополнительных предаточных предложений. И, следовательно, происходят и грамматические, и лексические изменения при этом переходе. Прямая речь «soyez attentifs» выражает повеление посредством глагола «être» во втором лице множественного числа повелительного наклонения «imperatif». «Soyer» – при переходе в косвенную речь форма глагола меняется. В косвенной речи мы должны взять его в неопределенной форме «infinitif» и предлог «de». Среди предложенных вариантов варианты «a», «b» и «d» не подходят. И только вариант «c» является правильным, потому что он подходит к описываемой высшей конструкции. Есть и предлог «de», есть инфинитив глагола «être». Notre professeur nous exige «soyez attentifs», il nous exige d'être attentifs. Наш учитель нас призывает «будьте внимательны», он нас призывает «bудьте внимательны». La question номер 18. В данном задании нужно выбрать реплику, которая по смыслу подходит к вопросу. То есть для того, чтобы найти правильный вариант, мы должны понимать смысл каждой фразы. Итак, давайте сперва их все переведем. Tu as fait la vaisselle? Ты вымыл посуду? Un peu, j'adore le jus. Немного, я обожаю сок. B. Oui, je le même essuyais. Да, я ее даже протер. C. Non, il n'y avait personne. Нет, не было никого. D. Non, il est encore là. Нет, он еще там. По переводу вы можете понять, что варианты A, C и D не подходят по смыслу к вопросу. И только вариант B правильный. Tu as fait la vaisselle? Ты помыл посуду? Oui, je le même essuyais. Да, я ее даже вытер. Наше занятие подошло к концу. Я хочу вам напомнить, что данные тестовые задания являются примерными и не будут использованы на вступительных экзаменах высшие учебные заведения. Prenez soin de vous. Au revoir.